Их разогнали, но не обещают вернуться. Французские студенты и лицеисты вышли в авангард борьбы против реформы трудового законодательства. Законопроект предполагает возможность для работодателей увеличивать рабочее время вплоть до 46 часов в неделю, сокращать доплаты за переработку и упрощать порядок найма и увольнения сотрудников. 31 марта протестующие старшеклассники заблокировали свыше 200 лицеев страны. На площади республики в Париже младошь оставалась практически до утра. Все, что происходит, абсурд какой-то, а наша акция – демонстрация силы. Мы хотим показать, что мы здесь, мы молоды, и нас все достало. Законопроект абсурден, его придумали социалисты. Три года назад за этих социалистов голосовали. Сейчас мы протестуем. Это правый закон, и он на руку работодателям. Одним из инициаторов протестов стал крупнейший во Франции профсоюз, всеобщая конфедерация труда. Активисты вывели на улицы свыше миллиона французов. К сотрудникам небольших компаний относятся как к ничтожеству. Или Алан только притворяется левым. Будущее для молодежи, когда ты видишь, что порой они сидят в университетах на полу, не кажется многообещающим. У меня даже у собаки свой коврик есть. Им говорят, мол, надо учиться долго и много. Но зачем, чтобы потом стать безработным? Прошедшая общенациональная акция не первая и не последняя. Профсоюзы намерены продолжать борьбу до тех пор, пока правительство не откажется от реформы. Протесты намечены на 5 и 9 апреля. Продолжение следует...